Итак, всем привет, с вами Добгай. Продолжаем играть за Испанию Виктория 3. В прошлой серии была просто самая жесточайшая война за историю Испании. Да и в принципе, я не помню, что была бы настолько суровая война, одновременно просто с практически всеми державами. И в отличие от классической кампании, армия у нас тут еще недостаточно прокачана. Мы ждем, пока у нас третьи тихи получше пораспространяются, чтобы потом включать вот эти вот. И это уже, кстати говоря, пройдет достаточно скоро. Так что скоро мы уже качественно нашей армии поднимем. Мы просто, как Феникс, вот здесь вот упали вниз, упали до очень жестких значений, радикалов набрали кучу, но потом поднялись еще выше и теперь обогнали Австрию. И я думаю, в один момент обгоним дальше Ицин и Британию в том числе. Все-таки там населения не так много, как у нас, и мы очень-очень уверенно растем. Там уровень жизни все еще много, где больше нашего. Но благодаря нашим превосходным реформам, которые, кстати говоря, все еще продолжаются, там есть куда расти вот здесь вот и вот здесь вот. И в принципе вот здесь вот тоже это чуть-чуть помогает для роста. Мы, я думаю, опередим все остальные европейские державы. В этой серии я бы хотел сменить тип португалии на марионетку и переаннексить. Но пока что, я думаю, стоит с этим повременить, потому что если ведет за меня, за них какая-то Франция, я просто умру. Я не выдержу такой второй войны еще раз. Нам стоит, наверное, все-таки где-то в Южной Америке и в Индонезии пока порасширяться. Возможно, в Африке. Было бы приятно вот эту вот массину захватить, потому что тут у нас есть мечеть Дженна. И мы образование свое до максимума докачаем. Для этого надо повоевать с Нидерландами. И знаете что? Я думаю, мы это можем себе позволить. Только надо с этой херней разобраться. Поехали. Вот, вот эта классика. Мискутская. 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 Толь этого. Революция. Предлагает нам обязательства в обмен на войну против Британии. Конечно, я соглашусь. Почему? Иишки считают, что обязательства это так круто. Нет, я не буду воевать Британии. За то, чтобы вы мне обязательства дали. Какая-то одноправщая херня. Нам, кстати говоря, пора уже заниматься поплотнее предметной роскоши. Потому что у нас население становится богаче. И употребляет их больше. В принципе, эта тенденция была и до этого. Но теперь мы вернули свое благосостояние. И теперь этим можно заняться поактивнее. Нам нужна мебель и одежда. Ну и плюс продукты в какой-то степени. И вот я вижу, что у нас уже не так уж-то и много доступного мэнпавера. Везде. Так что надо с этим поаккуратней. А, ну и раз уже кончилась вот эта тяжелая эпоха, мы, конечно же, снижаем налоги до самого минимума. У нас все это время мы сидели на максимуме. Ну, да, можно до минимума. В принципе, это не так дорого для нас будет. Есть ли хоть что-то еще, что мы бы могли принять? Контроль, наверное. Ну нет, там радикализация. Это нам ничего не изменит, но кто-то порадуется. Тут тоже воензированная полиция неинтересна. Поплата неинтересна. Только женщина больше оправдывает. Но, опять же, мы пока растем, пока не стоит. Можно по приколу поставить себе парламентскую республику. В принципе, это не так плохо. Я думаю, что время пришло. Почему бы нет? Итак, Сурглайская революция покончена. Давайте теперь подумаем насчет Нидерландов. А, у нас интереса здесь просто нету. А, у нас, кстати говоря, флот появился. Нормально. Следовательно, мы что можем? Правильно. Оставить интересы его везде, где нас... Может, хоть что-то теоретически заинтересовать. То есть, вот так. Ой, у нас появляется небольшой спрос на картины. Прекрасно. Давайте еще один. Да вот, искусство строим. У нас их немножко есть. Это меня радует. И радует же меня то, что у нас все предметы роскоши просто выкупаются напрочь. Просто очень по-жесткому. И, в принципе, мы во Франции даже экспортируем фарфор. Давайте прекратим эту практику. Все ради нашего населения, конечно же. А еще, знаете, чем бы нам хотелось бы заняться? Включать вот эти все области. По той простой причине, что это даст нам образование в этих провинциях. И мы там тоже сможем строить заводы. Кто смог где-то такие проблемы, что у нас нет аквалифицированного населения. Если говоря, вот это можно просто удалить. Здесь это никогда не пригодится. И ЖД тоже подснести лишнее. Наконец-то у нас есть электровозы. Поехали. Теперь у нас в теории должно быть перевозок. Куча. Ну-ка. Наши перевозки. Вот. Да, их куча. И теперь мы, наконец-таки, можем их поставить во все наши заводы. И таким образом открыть себе еще больше населения для других работ. А бюрократию для интеграции всех новых земель мы возьмем от планирования. Не будем количественно повышать. Давайте повысим качество. Но все-таки в бюрократии, я думаю, очень много по зданиям. Построим вот эти... Точнее, поставим телефонный коммутатор. Да, перед этим построим телефоны. И, я думаю, будет у нас очень хороший плюс бюрократии. Сохранить законы монархии. Смотрите, какое движение огромное было. Теперь его нету. Все, монархия. Монархия у нас остается. Ребята хотят монархию. Что поделать. Но наши новые электропоезда теперь потребляют нас, видите, двигатели и электричество. Давайте еще больше их построим. Ну как, электричество мы вообще построили. Но здесь не хватает квалификации, потому что у нас сюда не распространяется образование. Из-за того, что здесь нет области. Вот, собственно говоря, поэтому я и хочу их всех повключать. Давайте начнем с каких-то мелких территорий, пожалуй. Но с техой будет попроще. Поэтому приходится строиться в наших включенных территориях. А здесь все не во включенных. Надо точно сделать реформу бюрократии. Так, пока мировые там страны в каком-то непонятном конфликте в революции Нарвики замешаны. Давайте попробуем. Блин. Говорится, ебанет не должно? Ну... Или все-таки ебанет? Хороший вопрос. А что, правда, гулять все сменил, окей? Давайте вот это попробуем. Все-таки, наконец-таки. Поехали. Так, смотрите, их может поддержать Пруссия. Пруссию мы выдержим. Они в страхе. Они в теории могут сразу согласиться. Если не согласятся, то, конечно, будем здесь уже мобилизовываться. Но пока только Пруссия. Такие, Пруссия, пускай. Мы выдерживаем Пруссию. Кстати говоря, у нас новые здесь стихи. Меня это радует. Невероятно. Еще больше рабочих освобождаем. Нам очень важно освобождать по максимуму. Такое тяжелое время, так сказать. Да, и Пруссия, я решил все-таки поддержать. Португалию, но она отступила. И это значит, что мы можем сформировать государство Иберия. Наконец. И да, мы индивидуировали сразу всю Португалию. Прекрасно. Вот она, единая Иберия. Как же это меня радует теперь. Ну и да, надо бы здесь все переключаться обратно. Кстати, мы тут можем сделать электрические двигатели. Как покроют наш минус по двигателям. У нас большое по электричеству. Но фактически нам придется только закрывать электричество таким образом. Я думаю, мы это сможем пережить. Кстати, у нас очень интересная ситуация. Наши вот эти вот пшеничные поля. Пшеницу, которая у нас ультра дешевая. И вместе с этим вино, которое ультра дорогое. Причем, да, это правда на нашем рынке, а не только в провинции. Надо с этим тоже что-то сделать. И я успешно все переключил. Давайте посмотрим, что у нас на рынке. У нас есть потребление. Кто-то за Эквадор у нас делает, я понял. Точнее тратит. Электричество в минус 8000. Давайте им сейчас займемся. В теории у нас, да, появилась куча заводов теперь. Точнее, куча свободного населения. Причем, вот здесь вот, которого мы сейчас... Который мы можем включить. И оно будет включаться не так, что и долго. Отлично. Здесь мы и построим нашу мега-гига-электростанцию. И здесь тоже немножко есть. Тоже можем сюда бахнуть. Забавный факт. У нас еще и Филиппины присоединились. Потому что они имели нашу культуру. Филиппины были тоже нашей культурой. Забавно. И это приятный тоже сюрприз. Честно говоря. Давайте пройдемся здесь везде, где инфраструктуру не хватает, ее поставим. И чувствовать мы все стали еще лучше. Сразу вторая экономика в мире. Вот это я понимаю. Берегись, Франция. Мы скоро нанесем ответный удар. Еще один факт, который я понял из прошлой войны. Это то, что нам нужно обеспечить себя независимыми поставками опиума. То есть самим захватить их. Возможно стоит в Дайнам влезть. Но я понимаю, что это опасно. Потому что там ЦИН. Ну как опасно, это просто очень нудно и долго. Поэтому, скорее всего, мне куда-то сюда проще будет залезть. И там в Афганистан. Ну да, поощупим именно так. Кто вообще сюда может войти? Австрия. Господи, ну вот у всех стран здесь интересы. Это просто безумие. Вот Синт, давайте. Здесь есть Макс. Все, Синт это наш выбор. Поехали. Миллион стран готова поддержать их по первому узлову, как обычно. Еще боишки не поддерживали любую страну, которую я хочу захватить. Но если это только Австрия и ЦИН, то я это потерплю. Если Франция, опять же, то я умер. Я параллельно пытаюсь постоянно... Кстати говоря, с ЦИНом тоже неприятно, потому что у нас куча с ней торговли. Ну как получится уже. Ой, и раз у нас исследовалось тихо, то мы можем себе профилактику малярии взять. Есть она. Так, и теперь мы, смотрите, что делаем. Сразу же институт выкачнуть, с кубочкой бюрократии надо достроить. И мы можем сейчас колонии начать колонизировать уже по-жесткому. Сейчас у нас дебаф этот пройдет с обновлением колониста Тика. И мы реально возьмемся за Африку. О, любопытный факт. У нас теперь есть договорный порт в Великую ЦИН. Неприятный факт в том, что там 700 тысяч, которые всегда его будут захватывать. Ну и очевидно, я не хочу отправлять туда всю свою армию, просто чтобы сдерживать нападение ЦИН. Это было бы очень глупо. Ну и в итоге, да, это только ЦИН. Окей. Это мы переживем. Как я и говорил, у нас здесь некоторые зависимости есть от ЦИНского рынка, но они уже не такие большие, как были до этого. Мы все еще, видите, нормально все чувствуем. Но очень нам не хватает электричества. А вот здесь вот сейчас инфраструктура. Но мы ее уже начали настраивать. А туда сейчас рабочие вовсю занимаются. Как и в электричестве теперь. Так вот, морская битва, я так полагаю, да, перед высадкой. И вот поехала высадка. У нас достаточно кораблей, поэтому мы не получаем сильного дебафа. И без проблем захватываем ЦИН. А так как здесь не было фронта до этого, ЦИН туда гранитон поставить не может. И эта механика, я надеюсь, они когда-нибудь пофиксят. Добавит возможность выставлять сюда войска, чтобы защищать союзников. Потому что, ну вот, я ЦИН спокойно захватываю. Потому что ЦИН не успеет сюда перебросить войска. Надеюсь, не успеет. Ну да, два месяца. За это время мы уж как-то должны будем пропушить, я думаю. Все, наши войска игнорируют порты. Теоретически позволяет ЦИН сюда прийти. Но, я думаю, мы в последний момент все равно успеем их добить. В скобочках, куда ты пошел, парень. Тебя сейчас самого телепортируют домой. Здесь вот эти войска туда-сюда, туда-сюда телепортируются. И да, нас сейчас отсюда выводят, потому что он не захватил порт. А я на это повлиять никак не мог. Но хотите увидеть еще одну невероятную магию? Так, только надо проверить, что мы это можем. Да, мы это можем. Внезапно. Здесь, оказывается, 100 тысяч вместо 40. Из варфа приходит испанско-иберийский, ну уже, иберийский, да, подкрепление. Отлично. А, ну слушайте, знаете, что? Так это уже не важно. Они сейчас сдадутся. Хоть к ним и прибыли подкрепление. А наших войск, так как стало больше внезапно, благо варф нам благоприятен, да, сегодня. Да, вот мы смогли выдержаться достаточно и захватить синт. Варф технологии, ребята, это все, что вам нужно в этой игре освоить, чтобы побеждать. Ну и застраиваем просто все, что можно на маг, потому что, во-первых, его можно продавать, а во-вторых, мне ничего здесь кроме мака и не нужно. Все, что здесь было до этого, но кроме пирократии, пожалуй, и универов, мы просто снесем. Сера в теории тоже может пригодиться. Здесь же больше ничего не пригодится. И вот мы теперь кучу людей поднимаем из бедности, даем им работу. Разве мы не прекрасная колониальная страна? Настолько мы прекрасны, что уже вот-вот догоним Францию, кстати говоря. Ну тут сыграло роль то, что у нас население поднялось просто безумно, и продолжая также подниматься. Не без этого. И да, мы реально просто очень быстро эти маковые плантации здесь забахали. И вот, смотрите-ка, покрыли мы военное потребление, даже население теперь у нас его потребляет. У нас его теперь уже даже где-то там и импортировали, да? Все еще это выгодно, кстати говоря. Франция теперь. Укруйте-ка наш опиум. А мы открыли телефонные коммутаторы, и нам нужно теперь 1100 атаковых. Это же, думаю, чуть больше. Построим где-то тридцатку, пожалуй. Только хотелось бы, да, вот сюда где-нибудь построить. Даже 40 лет пойдет. Потому что еще население будет потреблять. Ну и здесь у нас все еще стоит заказ на вот сахар, там кофе до этого было. Достроим вот это вот все, чтобы, блядь-таки, покрыть здесь минуса наши. Вино только мы так не можем спокойно покрыть, потому что у нас куча зерна. Кстати говоря, вот, куча зерна уже не такая уж и куча. Мы продаем 30 тысяч. Вау. Можем найти кого-то еще. Нет, мы так почти всем продаем, да? Везде где выгодно. Давайте еще вот на британский рынок. Что насчет американского, конфедератского рынка. Но американский не сильно интересен нам. Россия вела против нас эмбарго, который мы так и не можем пока что снять. Тщательно. Страиваем золото. И ждем электросоводов. Теперь Британия объявила нам эмбарго. Да хватит нас душить, пожалуйста. Ну реально же неприятно. Надо сделать соперничество с кем-нибудь, с кем мы не торгуем. Конфедератами у нас есть что-то. Вот с американцами. Ага, мы их не можем делать соперниками, ладно. Кого мы можем делать соперниками? Теперь у нас есть возвращение области. Ага, прикольно. Вот, кобу мы можем увидеть соперником. И вот наши выборы. Такие себе выборы. А, ну вот с Италией, смотрите, мы не торгуем, да? В Италии это наш соперник теперь. Отлично. А за Британию за это мы отношения наоборот улучшаем. Вот такие британские рынки, видите, побольше будет. И время коммутаторов настало. Плюс 4 тысячи, отлично. Начнем мы с институтов обязательно. Но не забудем и про включение областей. Давайте Филиппины, потому что там куча населения просто полезного. Индонезия тоже самое. Тоже населения много. Синт? Почему бы нет? И дальше стоит подумать, стоит подумать. Ну я бы Южную Америку просто включал. Вообще хотел бы включить все. Кстати говоря, это уже включено, а даже не включается, а включено. Кайф. Ну вот, давайте. Давайте вообще сделаем вот так, пожалуй, да? Я что-то очень дорогое включил. Но давайте сделаем так. И просто теперь покроем эти 5 тысяч. Вот и все. Все очень просто. Ведь это всего лишь 50 домиков. Для нас это просто пыль. Только стоит им еще электрозаводы дополнительно достроить, конечно же. Зато как же мы сейчас будем бустить везде и прирост населения, и грамотность. Будем становиться и больше, и умнее. Отлично. И осталось давайте каи Нидерланды захватить вот здесь вот, чтобы потом пробраться в массивную. Еще две напоединенные нам надо, чтобы достичь, так сказать, предидеального состояния. Мы еще у Нидерландов можем Гуяну с золотом забрать. Тоже для нас было бы полезно. Там они, кстати, в коммунизм пришли. Забавно. Их никто не готов поддержать. Давайте пока не буду доблять цели войны, потому что у меня есть ощущение, что они просто зададутся. Франция поддерживает Нидерланды. Франция поддерживает Нидерланды, а Пруссия поддерживает Исперию. И мы сразу выйдем во второй конфликт с Францией, но в этот раз мы готовы. О, да. И более того, мы почти что готовы вот здесь вот. Давайте докачаем техи до 13 тысяч. Это вот доисследуется к тому моменту, и мы апгрейдимся. А еще я поставил кассабели на Гуяны как раз таки, чтобы здесь лишить Франции последних колоний. И в итоге у нас получается вот такая вот расунка силы. Не слишком для нас радужная, ну и я бы не сказал, что печальная. Единственное, что печально, что мы не успеем доисследовать техи к началу конфликта. Ну как, успеем исследовать, но не успеем их поставить. Возу запытаются в колонии отправить войска, и они не успеют их туда отправить. Но идея в том, что вот эти войска успеют подзахватить часть территории. Ага, здесь уже не французы, астрийцы. Вот эти, здесь захватят территории, а потом отправятся туда. И вот отсюда тоже, они пробужат вот сюда. Потом еще какие-нибудь выставки, у нас как раз были здесь, на острова, на вот эти острова. В общем-то, будем сейчас колонии забирать у этих ребят. Ну и покажем французам, что буквально за несколько лет Испания превратилась из оригинальной державы в опаснейшего соперника. Главное, чтобы Брусь успела продержаться до того, как мы пробьем Францию. Ну это все пройдет в следующей серии, а это подошло к концу. С вами был Дубгей. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч, пока.